в общем так машина смотрится снимаю задний бампер думаю чем я не снимается хватит заряда наш такую херню придумать смотри о по саморез в креплении бампера и все гниет также гниется страны все как раз там где здесь все вздувается это пипец здесь тоже все гниет амортизатора текут такая вот красота здесь отсутствует крепление ужасом будем разбирать ладно там все гниет это вот взять из-за этого говна сдается мне что потом здесь прилегает натирает и творит чудеса это по сути ссанные мокрые тряпки которые вечно хранятся в автомобиле и и контактирует с металлом вот и все забота о шумоизоляции вот во что превращается ну что это такое не ну я серьезно не удержался что это такое ой блин я не могу это база смотри база видишь с одной стороны с другой стороны здесь глянцевая здесь матовая вот она лежит на этом она лежит на этом это грунт немножечко шпаклей здесь вот наши дефекты что это такое тут было занесено под грунт видишь именно под грунтом то есть это ямка я чувствую грунт сверху также ямки берем простое лезвие и делаем так вот могу кому-нибудь на удачу прислать по почте немножечко краски ford focus я хрен его знает что это такое здесь похоже пошел родной материал да он уже не так хорошо отходит но тем не менее это какая-то хрень что это такое офигеть здесь сейчас бы просто все расчищать да и все здесь вот кстати здесь тоже сгнило мобиль уже изгнил напрочь смотри что творится как так-то как старая девятка тухлая старая девятка красотища да ну да короче тут все сгнило здесь тоже сгнило здесь сгнило там сгнило все с этим делать хрен его знает ну чё начал я полировать фордик уже прошел всю сторону она тут немножко запылилась на общем вот он красавчик весь такой пройден двумя номерами первым вторым 3м капот прошел снял форсунки они какие-то странные неродные как вот у жигули есть прикручивающиеся с той стороны на гаечку на пластмассовую вот все что мог с этим крылом сделать я сделал но тут его испортили корявой покраской вот так это выглядит корявая покраска по крайней мере я все вылил глянец ну если это можно так выразиться так чуть-чуть стер там подтек был также здесь прошел дверку уже начал заходить на стойку мне осталось крыша багажник и здесь два элемента вот в общем как то вот это вот так вот выглядит теперь так вот по крайней мере можно вот себя разглядеть вот здесь вот немножечко статика уже в общем вот такой вот глянец но это похоже оригинальная покраска мне так кажется скорее всего понизу надо будет все это дело под тампонить как мы не скажу мое дело маленькое чё так а что касаемо больного крыла на данный момент буквально часа два назад вот так все это завершил то есть если мы сейчас так вот бамперище поставим на место были сейчас мы не поставим потому что он там скинут в общем ладно убрал я здесь вот дыра была шпаклевать как сказали мне но я чем не знаю я снутри хренанул этим самым гермитосом выждал пока он высохнет потому что дыра реально гермитос хоть поддержит ее чуть-чуть правда блин налетела у меня туда но все равно подполировка вот так выглядит забавно да да не вроде ровненькая дверь машина отражается в ней вот и все надо будет еще задние фонари подполировать потому что они что-то совсем прям образец печальности и будет все окей в общем как то вот так вот ну чё я закончил в принципе популировки осталось половина задней крыши фу половина с той стороны на крыше и что-то еще забыл а может быть уже ничего вот так вот дверька получилось вторая дверь к там пока ничего не трогаем красота тра-та-та так вот полированная часть багажник тоже отполированный так вот не полированная там немножко и пыль налетела с полирующей поверхности но в общем все завтра будем мне такое ощущение что двери темнее чем крыло нет ну ладно разберемся ну здесь как бы все равно крашеная это крыло завтра будем красить это крыло на сегодня все и так красим крылышко как всегда косяки никогда не шпаклюйте по ржавчине по дыркам если вас клиент просит как вот меня клиент попросил я уже поклюю из-за этого такие косяки получаются маленькие такие вот ой ладно наша задача была просто попробовать получится потому что варить они отказались как не печально так ну все крылышко от крашена так что по цвету у нас более менее нормально с учетом того что красилась по сути в обрез ну или встык да так называемый без перехода и с учетом того что вот это крашена вот это крашен неоднократно лючок не крашеный короче как-то так так все полировалась все крыши все бочина на улице будет видно косяков целая куча как всегда красивая краска опять ладно выгоняем мою машину там будет видно кстати фар полирнул тоже чё красавец от помытый от полированный точнее от полированный помытый так выглядит пыли у нас летают уже пыль покрылся есть в общем я минимизировал этот вот адский переход теперь он глаза не бросается как идет идет по крайней мере он сейчас теряется в основном здесь чуть-чуть видно раньше он прям четко так выделял руки грязные так дальше остался рубец но это только видно что рубец остался и все остался и все остальном же если напрямую смотреть то не очень сильно видно ну это из того что так сказать меньше из того что больше из того что можно сделать по данному месту здесь ничего не сделать я просто чуть-чуть раскруклил шагрин здесь вот получилось больше зерна не хотелось бы здесь чуть меньше зерна подкрашиваю скольчики скольчики подкрашиваю их уже частично не видно ну и здесь как бы вообще был верх ужаса ну это я как бы минимизировал это все ну и в общем машина поприятнее стала чуть-чуть поприятнее пара полировались вот практически тоже с учетом полировки просто для блеска вот так вот все у нас солому конечно здесь надо чистить здесь все засору здесь просто все засору насмерть я уже показывал все вот эти вот места они все засору вытерты что не засору то то вытерты и засору то ладно все ждем хозяина